Здравствуйте! В эфире программа «Персона Града». Это темы, которые интересны и люди, кому есть что рассказать. Телевизор съедает 12 кВт-час в месяц, холодильник 60, лампы накаливания не меньше 50, но и стиральная машина в районе 30. Оставленные в режиме ожидания, все эти приборы потребляют электроэнергию. Просто выключая их из розетки, можно сэкономить до 300 кВт-час в год. Снизить количество потребляемого света помогают алюминисцентные лампы, доверху загруженные стиральные машины, даже герметичные или просто закрытые окна и двери. Это в силах проконтролировать каждый. Власти же в борьбе за экономию светового ресурса находит свои способы. В сентябре в регионе будет введена норма электропотребления. Что скажут плательщики? Узнаем прямо сейчас. Мы поговорим с начальником управления по тарифам Орловской области Еленой Жуковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Крайне нужна ваша помощь. Орловская область, мы знаем, вошла в состав, в пилотный проект, витапилотные регионы, где будет вводиться социальная норма на энергопотребление. То есть платить за свет мы будем по социальной норме. Вот короткое видео сначала об этом и начнем так-то разговор. Внимание на экран. С 1 января 2014 года в России вводятся социальные нормы потребления электричества. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В среднем по стране социальная норма на одного человека составит 70 кВт-час. Плату за свет в пределах нормы планируют сделать меньше, чем при существующем тарифе. Зато вся электроэнергия, которая будет потребляться сверх норматива, заметно подорожает. Социальная норма потребления, как считают власти, будет стимулировать население к экономии электроэнергии. Во-первых, расскажите, пожалуйста, почему наш регион вошел в число пилотных? Орловская область действительно стала одним из семи регионов, в которых с 1 сентября будет введена социальная норма, и работать она будет по правилам, определенным правительством Российской Федерации. Надо сказать, что в России это уже не первый опыт, потому что многие области уже используются. В том числе и мы. У нас была социальная норма, установленная, 200 кВт-час на одного гражданина. Просто ранее социальная норма действовала по тем правилам, которые регион определял сам, а теперь определяется правительством Российской Федерации. Вот как раз депутаты облсовета высказались против, забывая о том, что это федеральная инициатива, а не наша. И многие полагают, уж простите меня, что все это сделано, чтобы еще больше нас запутать. Вот социальная норма, среднегодовое исчисление и так далее. Расскажите все-таки, сколько кто будет платить? Давайте, вообще, что такое социальная норма, наверное, вопрос, да? И как вообще она складывается? Как она посчиталась? На откуп, кстати, регионов отдалась эта цифра. Получается. Регионы сами определили. Ну вот первую базовую величину регионы сами определили, а все принципы определены постановлением правительства. Ведь, понимаете, электрическая энергия – это единственный на сегодня коммунальный ресурс, где сохранилось перекрестное субсидирование. То есть? То есть льготный тариф для населения оплачивает крупная промышленность, малый и средний бизнес. И вам станет понятно, когда вы поймёте, что вот жилые дома, где на первых этажах у нас находятся юридические лица, магазины, разные конторы, они оплачивают электроэнергию по цене 5 рублей 20 копеек, а население со второго этажа и выше по 3 рубля. Это вот с учётом повышения лица? Да, ясно уже по сегодняшним тарифам. И возникает закономерный вопрос, а зачем оказывать льготу платёжеспособным потребителям? Установленная норма у нас, насколько она соответствует действительности нормальному потреблению? Потому что вот многие посчитали, что 100 киловатт час, например, это только лишь холодильник, телевизор и скромные там какие-то совершенно бытовые приборы. Подходя к этому вопросу, мы же защищали все свои показатели. То есть мы брали среднестатистическое потребление, что у нас приходится на одного гражданина, на семью, по данным, которые нам предоставили гарантирующие поставщики. И в то же время мы взяли набор бытовой техники, чтобы гражданин мог пользоваться им абсолютно комфортно, потребляя. И у нас получилось, что социальные нормы на территории Орловской области, не ущемляя ничьи интересы, будет 150 киловатт час на одного зарегистрированного гражданина. На второго и третьего. И вот эта базовая величина и определяется регионом по согласованию с федеральным органами. И надо сказать, что у нас она не самая низкая в стране. У нас она самая высокая в стране. Владимирская область 50, Нижегородская 50, Забайкальский край 65, Красноярский край 75, Ростов 92 и Самарская область, так же, как у нас, тоже будет 150. Как с увеличением членов семьи увеличивается и социальная норма, расскажите. То есть у нас базовая величина нормы определена на одного гражданина 150 киловатт часов. На второго гражданина добавляется, это уже по постановлению правительства, 50. И на третьего, четвертого и пятого по 20 киловатт часов. И мне хочется отметить, что в настоящее время правительство Орловской области готовит изменения, предложения свои по совершенствованию данного постановления, где мы будем предлагать, а все же предоставить право регионам по согласованию с федеральным органом исполнительной власти применять свои регулирующие коэффициенты, которые в зависимости от региональных особенностей, у каждого же региона они будут. А какие у нас особенности? Ну, предположим, те дома, где будут электроотопительные оборудования, если вдруг не будет хватать трех тысяч. То есть будем смотреть, ну, будешь смотреть. Сельские местности, наверное, смотреть, где, может быть, какие-то домашние хозяйства, может быть, 100 не будет киловатт хватать. Если есть домашние хозяйства, может быть, для сельской местности, которая содержит домашнее хозяйство, еще добавить определенное количество. То, чтобы регионам было право немножечко регулировать этот процесс. И также еще мы хотим прописать, тем не менее, участникам Великой Отечественной войны и многодетным семьям тоже добавить некие киловатты. И на третьего, четвертого и пятого гражданина не по 20 киловатт, а по 50. Прежде говорилось о том, что вот в пределах нормы свет будет стоить значительно дешевле, нежели существующий тариф. Потом стали говорить о том, что не выше, чем существующий тариф в действительности, вот в пределах нормы. Сколько это рублей? 1 сентября наш тариф в пределах социальной нормы станет дешевле. И он станет 2 рубля 96 копеек для городского населения и 2 рубля 7 копеек для сельского и для лиц, проживающих в домах с электроплитами. Сверх социальной нормы тариф станет вместо 5 рублей 20 копеек, 3 рубля 68 копеек. Но я еще хочу все равно добавить по социальной норме. Но есть же еще другие категории, определенные правительством, кто будет, на какую долю будет увеличиваться социальная норма. То есть если вы проживаете... В зависимости от членов семьи. Не только членов. Если вы проживаете в домах с электроплитами, вам будет на каждого члена семьи добавлено 90 киловатт. Если вы проживаете в домах, которые оборудованы электрокотлами, будет на домохозяйство добавлено 3000 киловатт. И по 100 киловатт для цели горячего водоснабжения на каждого гражданина. Если вы проживаете в ветхом жилье, коэффициент станет 1,2. Для аварийного жилья социальная норма увеличится на 50%. Для сельской местности, то есть те граждане, которые будут проживать в сельской местности, у них на домохозяйство будет добавлено 100 киловатт-часов. И для одинокопроживающих пенсионеров и инвалидов, и семей пенсионеров и инвалидов, социальная норма в первый год потребления вообще ее не будет. Они будут оплачивать весь объем по льготной цене. А в следующий год будет применяться коэффициент 1,5. То есть увеличится на 50%. Так, я вас еще попрошу, конечно, отдельно наглядно нам показать, как это все рассчитывается. Еще очень много вопросов. Но прежде информация о том, как жители все-таки могут сэкономить на оплате электроэнергии. Давайте посмотрим. По закону о социальной поддержке, компенсацию за оплату коммунальных услуг получает многодетная семья. Область возместит многодетным 30% средств, потраченных на электричество, газ, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и тепло. Финансовую помощь могут получить и другие категории граждан. Если суммарный платеж за коммуналку превышает 15% от дохода семьи, плательщику положена субсидия. Ну вот теперь, пожалуйста, на конкретных цифрах вы их с собой принесли. Ну вот смотрите, если у нас домохозяйство с тремя зарегистрированными гражданами, у нас потребление составляет по нашей выборке не более 150 кВт-часов. Социальная норма будет для этой семьи установлена 220 кВт. Потому что на первого человека 150. 150 на второго, 50 на третьего и далее по 20 кВт. То есть 150 плюс 50 плюс 20, 220 кВт. То есть вы полагаете, что стандартная семья, у которой нет в доме сауны, нет? Более 80% сверх социальной нормы не должны выйти за её пределы. Как вот в этом случае рассчитывается дальше? 150 кВт, если они платили по 3 рубля, они за электроэнергию оплачивали 450 рублей. Если будут платить по сегодняшнему тарифу 2 рубля 96 копеек, будут оплачивать 444 рубля. Разница невелика, но она ещё... Будет понятно варьироваться в зависимости от членов семьи и энергопотребления. Расскажите, пожалуйста, ещё о местах общего пользования. Вот за лампочки в подъездах, за лифты. Это же платят тоже жители, жильцы этого дома. Да, места общего пользования входят в данную социальную норму. И смотрите, наш тариф сверх социальной нормы 3,68, то есть 2,96 и 3,68. То есть сами размеры тарифа у нас практически те же, которые платят условно даже Калужскую область. Они 3,50 без всякой социальной нормы платят все. Есть прогнозы, что к 2020 году население будет платить по-хорошему как промпредприятие. Нет, ну сама по себе, как стратегическая цель правительства есть, что все тарифы должны уйти от перекрёстного субсидирования. А как вы полагаете, вот европейцы, например, крайне экономно расходуют все ресурсы, и воду, и электричество в том числе. У нас нет такой привычки. Вот эти меры помогут реально простимулировать людей или нужны какие-то другие показатели нам? Нет, ну это тоже в том числе. Я считаю, просто всё равно жители, наверное, граждане начнут как-то всё же разумно регулировать своё энергопотребление, смотреть. Выключать лампочки, выходя из комнаты? Нет, ну почему? Кстати, в том числе и выключать лампочки. Разве это тоже плохо? Ну само по себе, то есть ты должен будешь понимать, что ты должен вложиться в эту норму, если тебе принципиально эта разница в тарифе. Если тебе не принципиально эта разница в тарифах, конечно, мы никого не заставим выключить кондиционер, предположим. Опять же, когда один кондиционер в квартире, он вошёл в социальную норму, как раз этой нормы хватит. А вот если их будет работать несколько и одновременно работать домашняя сауна, то и подогреваться полы, то тогда да. Я слышала, что вопрос о социальной норме в случае, если удачно проект будет реализован, будет распространяться и на воду, и на тепло, и так далее. Насколько вот это реально? Идёт широкое обсуждение. Сегодня мы тоже принимали участие в общественном совете. Пока вопрос по электроэнергии понятен. Здесь есть перекрёстное субсидирование. И мы можем сказать, что здесь оплачивается льготный тариф кем-то, и что поэтому не надо субсидировать, давать льготу платёжеспособным потребителям. По воде нету. Здесь у нас установлен уже единый тариф, как для промышленных предприятий. То есть просто обсуждается, какой объём вообще социальной нормы должен быть для гражданина. Потому что относительно воды мы тоже крайне неэкономно её расходуем. Да. То есть идёт обсуждение, но пока это, скажем так, ещё в совсем таком зачаточном состоянии, ещё говорить о каких-то проблемах рановато. Спасибо. Спасибо вам за новость и спасибо за это интервью. Мы говорили с начальником управления по тарифам Орловской области Еленой Жуковой. Субтитры подогнал «Симон»